Фаина Ишалёва, пенсионерка, сама настояла, чтобы пройти вакцинацию. Из-за большого количества хронических заболеваний врач предлагала получить медотвод. Но Фаина захотела привиться, поскольку часто посещает санаторий и переживает за своих близких. Чтобы детей не заразить, внуков, внуки маленькие, 7 лет, младшие девочки. И я говорю, нет, надо делать, чтобы не заразить никого. И сам им ещё охота пожить. В сложившейся эпидобстановке Фаина старается лишний раз не выходить из дома. По хозяйству ей помогает соцработник Ольга Рябиченко. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, приготовить обед и навести порядок. Ольга – незаменимая помощница. В последние пару лет один из главных ежедневных ритуалов – обеззараживание. Квартиры подопечных, соцработники обрабатывают специальным хлоросодержащим веществом. В своей профессии Ольга чувствует ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто ей доверился. Потому пройти вакцинацию считает своим долгом. Мы общаемся с большим количеством людей. У нас сейчас бабушки сидят дома. Во двор кто выходит, а кому за 65, тех мы уже стараемся, прям ругаем, чтобы они у нас никуда не выходили. Вакцинация – самый действенный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции, говорят медики. Но при этом нельзя игнорировать санитарные требования. По-прежнему надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Сегодня в регионе продолжают работать 167 пунктов вакцинации, в том числе 9 круглосуточных. Мария Левина, События. Редактор субтитров А.Семкин